здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала хотела поговорить насчет козлят знаете вот я людей реально не понимаю свой труд совершенно не ценят ни капельки вот за этой живностью такой же уход кормить убирать доить когда надо принять вот окоты те же вот ждать пять месяцев этого окота кормить как правильно чтобы было все хорошо у козы родила хороших козлят здоровеньких вот и конце концов люди просто берут и начинают после того как происходит окот берут и отдают за дарма козлят просто за копейки так скажем чтобы лишь бы избавиться от них я вот этого реально не понимаю не ценят совсем свой труд ни капельки потому что это не один день это не одна неделя поэтому я вообще не знаю у нас допустим в нашей стороне это вот я живу в городе новотроицке у нас сейчас данный момент есть я видела на юле в авито я не захожу потому что у нас он не очень то но это действует у нас действует хорошо юла вот я захожу всегда в юлу и смотрю объявление кто почем продает козлят а когда и даже отдают за бесплатно ну в общем вот что хочу сказать посмотрела я объявление и удивилась а получается одни отдают за 100 рублей козлят другие отдают за 300 рублей козлят 3 отдают 300 козленок 500 козочка есть еще в ворске это от нас я не буду врать я не как-то не смотрела сколько это километров не знаю километров может быть 10 от нас вот вот километров 10 возможно так вот там тоже за копейки просто ради молока чтобы только получить молоко и не ценят вообще нисколечко того что они делают течение даже ну пусть я не знаю полгода когда козу только покрыли закупают ей получается сено вот потом если хозяин хороший но он же вот тоже и витамины дает и прокалывает там какие-то специальные витамины это же все деньги они просто потом отдают все это просто за спасибо вот знаете мне как сказать не то что мне кто-то подумает я жадная на деньги нет мне жалко свой родной труд это надо растить это надо кормить потом следить за этим уход в первую очередь за самой козой чтобы получить от нее потомство вот я видела что одна женщина молодец она она поставила с двух козликов получается стеша у нас озверела что-то прям вообще с ума сходит надо ее привязывать потому что ее убрать некуда почему-то реагирует так вообще я не понимаю что с ней творится на чужих козлят вот ее козленок она ему сиську не дает дашь отойди пожалуйста вот вывод хочу сказать то что она поставила за 2000 козлят своих вот она ценит свой труд и она понимает что она ради этого не один день так скажем убила за ухаживание за кормежку за уборку я не знаю я не понимаю вот этого реально и вот я считаю вот допустим я хочу продать вот вот этих козлят зиту гиду вот этого козленка потом вот этого козленка но почему я должна просто брать и отдавать за спасибо да я лучше тогда просто его подращу и пущу их на мясо лучше мясо мясо тоже полезная вещь чем просто дарить кому-то свой труд и вот вот такие люди я могу сказать приучают так скажем будущих покупателей на мясо на козлят живых на просто на вот таких коз вы знаете про учают их задарма и народ начинает предъявлять то что а что так дорого понимаете я вот этого вообще не понимаю кто-то не ценит свой труд и потом получается те которые ценят свой труд они остаются ни с чем и не никак потому что ну 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 раскричались но вот потому что они они понимают что какой-то ленивый так скажем хозяин я уж не знаю такие хозяева как ухаживают тогда за скотиной которые просто дарят за спасибо вот я понимаю когда отдают вот таких коз взрослых уже за копейки это когда вот ситуации происходят так скажем ну вдруг хозяева уже пожилые вдруг человеку срочно там поэкстренно нужны по какой-то причине какая-то сумма денег я это все понимаю но когда человек держит и просто потом вот так делает что найти возьмите а мне нафиг они не нужны а нужно только молоко они не думают что они другим просто тем хозяевам которые ценят свой труд любят свою скотинку ради нее много так скажем тратят времени на нее вот такие люди я считаю это уже не люди они просто ничего не хотят делать и получается так что потом в продажах у нас начинают народ который должен вот хочет купить он ищет за спасибо что мясом что молоком да вообще любой продукции так скажем потому что уже знают что где-то взяли когда-то задарма вот задарма и поэтому как бы рассчитывают на другое на другой раз на другой случай что опять задарма и вот как можно бороться вот с такими ситуациями я даже не знаю я вот допустим своих козлят пусть я поставлю так же как вот я видел объявление допустим за 2 но если у меня их не купят то я тогда просто время придет и козочек я подростками могу продать а козликов буду кастрировать где-то в месяц и тогда пойдут они у меня на мясо просто тоже я свой труд не хочу просто гробить в ноль так скажем и меня поймут именно те люди которые вот реально любят своих животных стараются ради них все сделать и сталкивались с такой же ситуации как у меня понимаете вот домашечка мама с дочкой стоят вот допустим год назад козленок вот такой белый стоил полторы тысячи это он стоил где-то в полтора два месяца это люди а что так дорого а то что коза стоила 5000 никто не учитывал цены растут на все а покупателю как говорится дай за спасибо поэтому у нас в регионе у нас небольшой городок и рядом вот свои дома как бы и с этим вот люди борются кто-то да не выдерживает задарма отдают за копейки просто мясо что взять птицу мясом что взять животных таких как рогатые мясом просто задарма оптовики тоже стараются знаете как они ищут за спасибо опытом рублей я не знаю по 150 килограмм чтоб шел а продают мясо я видела сейчас стоит просто сало свинины 200 250 рублей у нас говядина стоит 200 а 320 и выше в конина тоже чет 450 по моему килограмм но опять же они стараются искать за дарма чтобы выходила и делают на этом деньги вот значит у них люди покупают мясо за такие деньги бешеные а кто вот реально держит скотину свою и хочет пусть даже допустим ну я не знаю по 150 тоже сало отдать а уже говорят а почему так дорого козел с ума сходит у нас козел всегда с ума сходит да лунтик видите что делает он ломится козом вот этого козленка мне конечно жалко кастрировать он такой белопепельный какой-то получился вот ну деваться некуда если я его не продам будем кастрировать и будем растить на мясо вот поэтому кто сейчас вот как бы знает как тяжело ухаживается как вообще какой-то труд плане всего этого они меня поймут так что цены вот я смотрю у многих в других регионах где ближе к москве может подмосковье где-то там там да цены конечно прям такие приличные козленок маленький стоит двадцать пять тысяч ну порода все я понимаю уйту то чего вы раскричались порода и все такое вот но факт то что у нас даже допустим заведешь чистокровного какого там альпийца заанинского допустим того же козла или козочку уже их так не продаж потому что у нас хотят за спасибо и за дарма вот такие вот цены в маленьких регионах жалко конечно обидно но стараемся кто все это понимает боремся за эту вот так скажем ситуацию вот за таких вот красавцев чтобы они попали в хорошие руки и чтобы радовали новых хозяев ну а там уже как будет а вам хочу сказать спасибо за просмотр ставим класс подписываемся на канал и всем пока пока